Всем привет, снова здравствуйте, The Brush Семёрочка. Скоро перейду в 2019, наверное, совсем. Надо как-то её всё-таки осваивать, но здесь мне как-то комфортнее. Так, давайте рассматривать дальше. Вот миньоны сделали, видно от этой темы никуда не уйти. Как это всё дело раскрасить? Погнали! Так, первым делом нам нужно переключиться на стандартную кисть, у кого она отключена. Потом включаем RGB, отключаем зад. Желательно перед раскраской переключиться именно на более подходящую сферу. Вот вы здесь вот выберите её, какая вам подойдёт. Мне больше вот эта нравится. Вот она, более такая прикольненькая. Пойдёт на ней всё видно, цвет даёт и так далее. Рассматриваем способы. Первый способ можно красить именно вот, используя световые вот эти гаммы сбоку. И второй способ, это заходите в текстуры, открываем и подгрузим сейчас какого-нибудь миньона. Так, импорт. Кстати, вот они мои гаврики. Вот их и подгрузим. Сейчас они загрузятся. Нажимайте на картинку и жмёте вот на этот значок. Вот это вот выскакивает ликбокс. Ну, его надо отключать. Не знаю, зачем так придумано, но что есть, то есть. Так, теперь вот здесь есть прозрачность. Это когда вы наводите модель, допустим, картинку или текстуру на модель. И вы должны видеть эту модель. И вот вы её потом можете прибавлять, в цвете уменьшать. Вот это вот прибавляет, уменьшает размер. Вот так всё это действует. И вы можете подогнать вот так вот очки или глаза и уже их раскрасить. Вот где-то, так, где-то вот в таком духе. Можете ещё даже, если вот так вот прибавить побольше, то уже можно всё-таки постараться попасть, но бывает не факт. Так, ну вот что-то в этом духе. Вы прибавляете цветность, прибавляете чёткости, жмёте Z, отключаете этот глаз. Z английской раскладки, просто без компоновки. Одна Z. Затем заходим в Subtool, и желательно, раз будем делать глаза, то переключиться на глаза. Вот так вот. Вот когда разбита модель у нас по Subtool, тут всё проще. Включаем Subtool и красим. Берём вот, допустим, сейчас прибавляем Graph Size, и вот так всё это делаем, попробуем покрасить. Shift Z отключает картинку. Вот вы видите, что всё нарисовалось, всё прикольно. Так, ещё посмотрим, что да как. Ну, в принципе, сносно. Что следом можно сделать? Допустим, нам нужно раскрасить тело. Мы можем выбрать цвет здесь, жёлтый, и его раскрасить. Но пойдём другим путём. Опять Shift Z открываем нашу картинку. Z ставим глаз. И уменьшаем опять прозрачность. Вот где-то так. Выбираем одного миньона, допустим, вот этого бокового. Переключаемся на тело. И вот так вот, прибавив яркость, Z отключаем глаз, и немножко вот так накрасим. Совсем чуть-чуть. Теперь жмём C. И вот так всё это дело. С большим драфсайзом можно уже красить. Не бояться, что вы что-то зацепите. Вот таким образом. Вертите модель. Не забывайте, что где-то может не покраситься. Вот таким вот образом. И то же самое проделываем с руками. Находим наши руки. Поднимите наши ручки. И вот так тоже раскрашиваем руки. Вот таким вот образом. Опять же, смотря, чтобы всё было закрашено. Вот так вот. Ну что, пройдёмся теперь по другому варианту. Допустим, штаны у нашего миньона синие. Переключаемся на наши штаны и просто красим. Потому что цвет у нас уже выбран. Вот именно здесь. Всё это мы подкрашиваем. Всё, делаем чётко, красиво. Так, теперь нам нужны ноги. Тоже ноги подкрашиваем. Именно вот эту саптул, где штаны выходят. Ну и теперь давайте ноги. Ноги, они чёрные. Переключаемся на чёрный цвет. И вот теперь можно всё это дело вот таким образом закрасить. Так, теперь ремешки. Сейчас мы их найдём. Как выбрать цвет уже с модели? Опять же, английская С. Наводите на цвет и жмёте С. Вот таким вот образом. Всё раскрашиваем, всё находим, ничего не забываем. Так, теперь нам нужна, так, нужна кисть и вот лента для очков. Сразу поработаем с лентой. Так. Нажимаем С. У нас появляется чёрный цвет и мы можем switch color, нажав, переключиться. Отбамбяйте, отбамбяйте. И вот так всё это делаем, закрашиваем. Вот таким вот образом. Так, лента у нас закрашена. Теперь опускаемся, нам нужны именно зубы. Это уже в конце. А в конце у нас вот такие фиксики. Нам нужен теперь белый цвет. Вот мы его возьмём с глаз. Жмём С. Переключаем switch color. И вот так вот просто раскрашиваем наши зубы. Вот так вот. Ну, а теперь перчатки. Опять же жмём С. Переключаем. И жмём, раскрашиваем наши перчатки вот так вот. Если модель симметрична, можно использовать X-симметрию. Раскладка английская опять же. Перетаскиваете Alt. Всё по прошлом видео. Кнопки работают одинаково. Ну вот, в принципе, наш гаврик раскрашен. Остались теперь только очки. А очки у нас только можем подобрать цвет либо тут, либо опять shift Z. Включим и возьмём вот этот цвет с очков. Включим Z. И вот так прозрачность уменьшим. Подведём где-то вот так вот. Это вот запомнил, что вот эта часть. И теперь вот так вот это всё дело прибавляем. Z отключаем. И вот эту часть чуть-чуть малюем. Теперь жмём С. Переключаемся. И вот такие будут у нас. Просто цвет выбирает уже программа. Она ставит свою гамму. И поэтому многие цвета, тона, которые присутствуют на модели, где-то уже обработанный в фотошоп, он всё равно заменит именно своим оттенком. Ну, в принципе, вот так вот работает. Вот такой получился у нас гражданин. Так, у нас ещё остались пальцы. Мы сейчас раскрасим и их. Вот такие простые варианты раскраски. Всё. Вот так всё простенько. Если только вы не делаете тут вот текстуру именно как джинс, там ещё какие-то варианты, там уже будет чуть посложнее. Ну, вот простая раскраска. Вот такой миньончик получился. Так что давайте повторим. Z включает глаз. Z его отключает. Shift Z отключает полностью текстуру. Shift Z её включает. Комбинация. Следом, английская C выбирает color, который уже присутствует на любой модели, на любой детали. Вот можно белый выбрать, можно вот глаз взять, оттенки. Вот вы видите, что здесь всё меняется. Так, следом, что ещё можно? X. X симметрия включена. И, допустим, как это всё дело работает? Ну, возьмём, давайте возьмём, наверное, руки. И, допустим, вот синий цвет. X симметрия, когда включена, вы красите именно симметрично. X, Z. Это отмена. Ctrl Shift Z. Это возврат. Shift Z. Назад на один шаг, на два, на три. Это вот, сколько у вас тут прописано, столько можете по саптулам отодвигаться назад. Каждый саптул, каждый саптул прописан, у него своё количество изменений. И вы, переключившись на саптул, можете всё это дело вернуть. На шаг, на два вперёд, бывает, и больше надо вернуть, если вы где-то косяка в пароле. Ну, принцип работает вот так вот. Ничего такого сложного, комбинации стандартные. Вот так всё это выглядит. Можно, конечно, кто более-менее художник там умеет рисовать, разбирается в это, в оттенках, где падает цвет, то можно уже здесь, вот с этой палитры выбрать, допустим, белый цвет, уменьшить инициализацию, допустим, ну, дровсайз можно чуть-чуть прибавить, интенсивность тут тоже можно уменьшить. Ну, и допустим, вот на штанах можно сделать чуть-чуть вот такие вот рассветы. Вот так вот где-то можно грязь поставить, где-то можно интенсивность ещё убрать и вот так вот всё это дело просто кое-где приоттенить. Вот так вот. И следом BPR. Это вот забывать нельзя, вы его нажимаете и сейчас будет классная картинка. Вот вы видите, уже появились тени. Если поставим модель боком, опять нажмём BPR, она опять же всё это настраивается, это смотрите в предыдущее видео, повторяться уже не буду. И вот у нас уже прикольный такой гражданин. Можно поменять световой материал, можно добавить что угодно текстуру, текстур, оттенков каких-то, можно тень настроить, что она будет именно от него падать на эту часть, назад, наперёд, или как она установлена, как свет установлен. Сбоку, сверху, снизу, это вы уже тут можете модель вообще преобразить, как вам надо. всё, всем пока, до свидания.